всем привет наши дорогие друзья мы соли на огороде сегодня с утра хочу показать вам картошку я вам показывала что возле бассейна было рос один куст он уже отцвел и вот такая там картошку с одного куста я хочу сейчас еще в одном месте посмотреть и вам засниму покажу соли убираем здесь траву также протяпываем протяпываем и где-то рыхлим потому что солнце стоит уже несколько дней где-то все подсыхает вам желаем отличного настроения мы вас любим обнимаем спасибо вам большое за колоссальную поддержку оставайтесь с нами и смотрите какой у нас сегодня будет замечательный день татьяна васильевна примите от нашей семьи поздравления в этот замечательный день сегодня у вас юбилей вам 55 желаем вам всего самого наилучшего самое главное это крепкого здоровья и счастья любви благополучия родные и близкие чтобы вас любили окружали рядом всего вам самого наилучшего я раз волновалась немного даже стихотворение выучила дошла до сюда и забыла мы вас любим мы вас любим обнимаем олечка сегодня нарисовала вам такое поздравление примите от нас на расстоянии шариками от нашей семьи конечно не полноценно потому что мужчины у нас саша с мальчишками они занимаются стройкой не пошли умываться потому что они все в цементе и от них тоже примите поздравление мы вас любим и обнимаем еще один куст решила я выкопать потому что он мне тут мешается подрезала одну карту картофелину сейчас мой жук здесь сидит вообще вот с такого маленького кустика убрала потому что он не мешается это я куда-нибудь собакам в чашку выкину раз еще просто посмотрю но нет тут больше не было а нет порезанула неаккуратно еще здесь жук вот они в конце сидят эту картошку мы не садили это которая на участке попалась от бывших владельцев видно где-то оставалась вот она подросла здесь больше нет я эти кустики которые раз наброс растут их поубираю сегодня приготовлю что-нибудь из молодой картошки сходили сейчас соли на огород потому что утром и заняты были поля набрала вот столько завязала их говорит за душу я набрала здесь тоже прилично почему с листвой потому что я прям листву обрывала где яйца вот эти вот коричневые накладывали полосатых получается так вчера утро мы собирали и сегодня только получается вечером вот это все снова за один день картошка стоит хорошей единственное вот это мы собрали на пяти кустах на двух кустах которые у нас в траншеи в соломе посажены а на остальных кустах в начале где я просыпала залой из этой горчицы мне кажется кто придумал вот эту вот залу с горчицей и я еще всему верующая вот на этих кустах больше всего едят чем там дальняя то дальняя она почему-то низкорослая стоит но она вся чистая без какой-либо вот как потравили хотя и дожди были но на ней нет ничего она цветет но на этой же хотя мы ее также начинаем первую травить и золой просыпала два раза травили и золой просыпала с этой горчицы но на ней постоянно вот эти жуки вообще ничего не понимаю на следующий год обязательно прислушивайся к вашему большинству советов что клубни картофеля нужно обрабатывать перед посадкой спасибо вам большое поэтому этот год у нас будет эксперимент экспериментальный в общем на следующий год будем умнее и впереди у нас как говорится еще зима так что времени будет достаточно все хорошо изучить и правильно распланировать огород и посадить картофель и всю эту лицерну которая там вся вот как заросшая все стоит земля каменная не ухожена это все нужно обрабатывать по несколько раз туда и навоз надо свозить и всю землю хорошенечко перетрыбусить а потом уже нормально садить видите какая я сегодня прям вот вообще расстроилась и взъерошена присела я тут за кухонным столом делать окрошку у меня здесь вот так редиска на замороженная потому что она оставалась и я покрошила и заморозила и ты да мне помогала каролиночка битья что тебя не видно и да ко мне ай да показать тебя вот кто а там у меня дочь выглядывает доченька моя помаши всем привет всем привет привет а я сейчас юля уже отварила пока мы были на огороде отварила картофель и яйцо почистил а я сейчас начну все крошить уже в кастрюлю и хочу огурец то есть два штуки потереть на терке почистите кожу и потереть на терке посмотрим просто по рецепту видела и по моему кто-то нам в комментариях писала об этом что напополам делают ну как нарезают огурец и есть еще натирают наполовину для того чтобы сок купил что каролиночка а ты в туалет мы пиписить очень хотим поэтому мы побежали приготовила окрошку у нас такая желтая получилась от домашних яиц и я сделала наполовину в общем пару огурцов я на терке сделала остальные кожицу местами почистила и сделала так юля поела говорит намного вкуснее чем вот обычная крошка которая крошится ну как все под кубики а запах какой стоит ням 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 как саша разобрали здесь конструкцию прошли дни пробежали можно сказать и вот такой у нас рисунок получился нашей столешницы который пойдет уже на мангальную зону кажется клеенкой только на что вот на клеенку выливали цемент а получилось очень красиво здесь подперли палками чтобы ну потому что она очень очень тяжелая и чтобы маленечко тоже еще просло просохла и ну вот под клеенкой что она здесь вот лежала так красиво смотрится хотя еще это только черновая работа мы саша с девочками установили вот плиту саша уже начал здесь делать это будет под шашлык так под шампура где ну шашлык жарится здесь будет казан делаться конечно в черновой работе кажется вообще ничего не понятно и что это такое печь под казан саша будет у меня поправлять внизу здесь это для дров и но и для всех там инструментов такое так сама столешница вот эта часть будет она все конечно приведется прекрасный вид красивый будет ну когда все что-то строится все выглядит некрасиво но нас уже это радует потому что мы знаем как это будет выглядеть мы смотрели по видео все делаем как на видео все правильно но все замечательно нам нравится саша отъезжает чтоб не шумел мы сейчас барахолки написали узнали о том что черешня по 60 рублей подается сейчас поедем купим 5 килограмм и будем крутить компот на улице уже у нас очень очень жарко поэтому мы зашли домой пообедали и будем заниматься уже заготовками потому что мы сделали пару баночек до этого когда нас угощали черешней и у нас уже подспевает вишня поэтому нужно все перерабатывать и запасы делать в общем компоты на зиму привезли домой черешню высыпала ее в тазик вот начнем потихонечку перерабатывать сначала переберем все ее потом по баночкам разложим разложив баночки заранее спростерилизуем закатаем компот и детки у нас будут пить компот из черешни правда а потом еще с вишни вот она черная а на как на телефон когда снимаешь ну где-то попадаются конечно все заплеснула ну что попалась нам пять сто взвесили поэтому 100 грамм вот да на отходы 100 грамм в общем а мы сегодня сидим целый день без света боимся чтоб холодильник у нас не разморозился и вся продукция не слипла все море ска полуфабрикат весь с липницами все в общем но ничего сижу перебираю здесь осталось мне немножко отходов не скажу что много но как-то так есть где-то помятые подгнившие юля уже достает баночки сейчас приведем их с яриком несут уже банками гремят поехали мы саша в магазин купили хлебом взяли получается сахар там ну по мелочи и хотели рассчитаться как в том магазине ему работает цвет и сказали что по карте можно расстояли на минут наверное 20 там покупку так и не совершили оставили пакет и уехали без хлеба домой сейчас где мы попросили в магазин съездить поехал в нашим купил булочку хлеба теперь вечером поедем когда свет дадут вечером уже съездим тот магазин и заберем свою покупку рассчитаемся без света сидим очень тяжело варечка принесла баночки ставь вниз я их это заменю и в подвале там в погребе много их я году я готова уже черешню всю перемыла все хорошую снова еще раз пересмотрела перебрала отправлять буду банки сейчас я в духовку на 15 минут их прожарю я разными способами делаю если маленькие баночки то наливаю чуть-чуть водички грамм 50 и в мир ну как микроволновки их стерилизую тогда либо на пару но сегодня трехлитровые так что и газ поставлю 15 минут они там просто реализуются и уже буду начинать засыпать ягоду сахар заливать они постоят минут 10 потом сироп солью прокипячу минуты 3 и потом уже снова по банкам юля картошку чистит нашу молодую которую мы сегодня накопали да а я здесь уже баночки залила у меня одна прям на столе лопнула все за всю кухню залила сладким сиропом расстроилась конечно немного но ничего маленько даже поплакал успокоилась и сейчас закатаю получается закатывать скорее всего буду не я потому что вдруг у меня не получится и резьбу неправильно сделаю потому что мне иногда такое бывает когда я разволнуюсь и потом саше приходится все исправлять поэтому он сейчас там на улице занимается дальше строительство мангала я его позову он не закрутит и я вам уже покажу как они в перевернутом виде уже будут закатал пришел крышечку свою сейчас я ополосну уберу вот такой машинкой мы закатывали конечно немного непривычно саша было потому что мы всегда закатывали совсем другой но ничего научился быстро тут в принципе легко вставляется закрутился до конца и все все везде проверили вроде бы все хорошо нигде ничего не протекает но теперь надо завернуть в теплое место поставить в тенечек укутать и до полного остывания потом также все погреб унесем с юлечкой ярик принес нам цветочки какой красивый букет молодец но все вазочку ставь и дайте поцелуй карабинка уже тянется понюхать тимоша нашел наших котят а мы думали всякую глупость что их нету они вот они тимоша их нашел в лесу их маня туда утащила спрятала и ростит их там люди сладкие сейчас 2 пойдут искать надо молока сейчас подогреть молочка теплого не моя сладкая прям на троицу нашелся давайте посмотрим что это мальчик кто это мальчик девочка девочка мальчик марина вышла я из дома нашла укромное тихо спокойное место это на огороде присела я тут на стульчик дома душно свет нам сегодня включили в пять часов и ну как вот так как обещали что в пять включили сразу все поставили телефоны на зарядку кто-то что-то подключать там воду нагревать я закончила сегодня практически такую основную работу по дому и вышла на огород потому что сейчас свежу ветерочек небольшой солнце не палит и можно еще поработать по поводу светлого дома мы читали комментарии конечно не все спасибо вам большое за советы за поддержку мы хотели сегодня пойти туда на дом посмотреть что там осталось но мы не смогли дозвониться до теть веры она не берет трубку не перезванивает возможно какие-то ну личные дела ну завтра попытаемся ну ладно все новости мы вам будем обязательно рассказывать как света только переедет я вам обещала что мы заснимем ее переезд ну а дальнейшую ее жизнь конечно только с ее разрешения из ее согласия на улице так хорошо мне прям домой не хочется спасибо вам большое за те комментарии которые вы написали что летнюю кухню нужно срочно делать на юге она необходимая сейчас вот как вот начала уже делать заготовки я столько раз это вспоминаю вспоминая комментарии которые нам писали прям я груз аж надо срочно это делать потому что в доме настолько душно газ когда работает это все париться жарится прям очень очень душно и без летней кухне действительно очень плохо вам желаем отличного настроения всего самого наилучшего спасибо что вы с нами несмотря ни на что по поводу еще хочу вам рассказать по поводу машины мы сделаем отчет о всех тех денежных перечислений которые вы нам присылали помогали нам в трудную минуту сколько мы накопили за какую сумму мы решили приобрести машину конечно мы ее будем приобретать только в следующем месяце потому что мы потихонечку откладываем ежемесячно мы немножко приостановили дома ремонт многие спрашивают почему вы не занимаетесь ремонтом потому что мы откладываем мы работаем только тем подручным средством которые у нас есть дома занимаемся такими делами ремонт он никуда не убежит нас не я говорю нас никто никуда не торопит поэтому все по мере поступления но машина нам необходимо на дорогую мы конечно брать не будем мы возьмем а будет обычную простую но она будет чуть-чуть подороже чем была у нас и весь видео отчет я вам тоже все покажу спасибо вам большое мы вас любим обнимаем до новых встреч пока пока